В России Международный день снеговика отмечается 18 января, но в Десногорском краеведческом музее провели праздник немного раньше. Ребята из третьей школы третьего В-класса очень часто посещают подобные мероприятия, что несомненно влияет на их культурно-нравственное воспитание. Ребятам очень нравится ходить на такие мероприятия. Во-первых, сплочается детский коллектив, развивает творческие способности, дети узнают много всего нового. Огромное спасибо девочкам музея, которые проводят замечательные утренники. Мы им очень и очень благодарны. В этот раз немного из истории и много различных конкурсов со сладкими призами. Да ещё и ребята пришли не с пустыми руками, а с выполненным домашним заданием. Для чего снеговику ведро, морковка и метла над такими вопросами подумали и нашли ответы ученики третьего В-класса. Мысли на этот счёт у каждого были свои, непохожие и очень оригинальные. Конечно же, чтобы узнать правильные ответы, ребятам рассказали всё о снежном красавце. Как оказалось, перевёрнутое ведро на голове снеговика символизировало достаток в доме. Морковка служила символом хорошего урожая, а метлой отгоняли злых духов. Помимо исторической и любимой спортивной части праздника, детям выпала возможность написать письмо Деду Морозу. Всё было по-настоящему. Некоторые ребята даже поделились своими пожеланиями. Я пожелал Деду Морозу счастья себе и своему брату и всей своей семье, чтобы у меня и у своей семьи было всё хорошо и в жизни, и на работе, и в школе. Я попросила Деда Мороза, чтобы я училась отлично, у меня всегда выходили в четвертях пятёрки. Я хочу в будущем красный диплом и маленького львёнка. И, конечно же, дети знают, что нужно делать для исполнения желаний. Надо себя хорошо вести, слушаться родителей, чтобы у тебя всё получилось. Все письма дети опустили в специальный почтовый ящик. Уже сегодня снеговик отправит его прямиком к Деду Морозу. А ребята обязательно будут верить в чудо и исполнение своих новогодних желаний. Снегом нас декабрь месяц, к сожалению, пока не балуют. Остаётся делать снеговика из подручных материалов, например, из пенопласта. Кстати, выглядит такой снеговик довольно-таки красиво. Но всё же будем надеяться, что к Новому году ребята смогут слепить настоящего снежного снеговика. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.